здравствуйте мои дорогие подписчики это канал мир матизов это владимир труфанов и очередной рассказ о всеобщем любимце дел матизм нередко вы дорогие подписчики задаете мне вопросы и вот из тех что мне запомнили сегодня было два очень интересных вопроса вопрос первый почему может лица вода из бачка стеклоомывателя и вопрос второй зачем труфанов отрастил бороду вопрос третий что в голове у женщин я проигнорирую потому что это но абсолютно как бы не понимаю почему вы мне эти вопросы задаете но тем не менее а значит давайте так зачем труфанова борода оставим пока в интриге вот да костяна я думаю что это но правильно я считаю так как вот да ну константин то знает но вам не расскажет а вы узнаете все в свое время чуть позже знаешь это как в медицине вот это растет ну пока не расчленен как ну ну по органам или как да вот и у меня анатомичка по матизу на нашем складе можно найти вообще все что угодно как бы на так вот друзья давайте сразу покажу вот у меня в руках бачок стеклоомывателя и вы спросите зачем второй бачок стеклоомывателя ну при первом и очевидном взгляде мы видим что у нас в одном бачке одно отверстие в другом бачке два отверстия вот на этом их различия заканчиваются но по каталогу запчастей они имеют разный артикульный номер и вот на это важно обратить внимание смотрите я хочу сказать что не по цене и по цене кстати отличаются да представляешь это же лишний проход сверлом там или или чем то есть это так ребят дам некоторое пояснение дело в том что обычно матис имеет два моторчика стеклоомывателя один из которых подает жидкость на лобовое стекло а другой на заднее логично и последовательно моторчики включаются переключателем либо один либо другой берут жидкость из общего бачка ротики одинаковые моторчики полностью одинаковые взаимозаменяемые и кстати в одним и в одном из недавних видео я рассказывал про хитрый шланг заднего стеклоомывателя ссылочку найдете на канале где-то или разместим который хитро идет как раз на заднее стекло посмотрите для интересно но в очень редких модификациях ну достаточно редко скажем так наверно процентов меньше десяти процентов автомобилей не оснащены задним стеклоомывателем почему не спрашивайте меня я не знаю почему инженеры приняли решение не оснащать ведь в кузове хэтчбэк всем известно сильно забрасывается грязью на заднее стекло его омывать ну по крайней мере в наших широтах жизненно необходимо это может в солнечном узбекистане не надо как бы я не знаю да но хорошо при этом там даже и дворника нет да так вот на автомобиле которые оснащены одним моторчиком единственным передним поставляется вот такой бачок с одним отверстием жизненный лайфхак да умельцы которым достался такой бачок для двух моторного двух моторный как из как самолет прям звучит как истребитель так вот для двух моторного бачка могут сверлом соответствующего диаметра просверлить это отверстие и получить тот же абсолютно тот же самый результат намного труднее если вам попался бачок с двумя отверстиями а у вас один мотор вот это вот интересно одним словом просто уточняйте этот момент либо будьте готовы к небольшим переделкам а вот номера у бачков разные идут под разными артикулами и вот даже у нас когда работал интернет-магазин до того как закрылся на модернизацию да вот я тут от к одному человеку обращаюсь который закрыл интернет-магазин модернизацию адресуйте ваши вопросы кстати константину степан он занимается вот ему его спрашиваете что он делает с интернет-магазином что тот пока на модернизации так вот действительно две позиции две позиции разные разные по артикулам с этим вроде бы разобрались что касается трубки трубка универсальная подходит на оба бачка вот расскажу по ней какие могут быть траблы и проблемы а вы кстати в комментариях напишите и расскажите свой взгляд на эти вещи вот смотрите трубка универсальная имеет несъемную крышку ты кстати не знаешь почему многие умудряются эту крышку потерять это просто вот ну надо постараться серьезно говорю друзья да ну то есть происходит непонятно как что что вы с ними кстати у нас же на канале есть прям гениальное видео подали его охлаждающей жидкости мы еще хотели друзья туда пригласить экспертом помнишь вот да так что посмотрите ссылку тоже под видео оставим так вот крышка это не съемная не отделяется продается вместе с трубочкой поэтому пожалуйста не отрывайте вот этот вот хомут и крышечку не теряйте а то можно водозаливная горловина она по моему называется по каталогу да вот придется приобретать намного более интересно вот эта сторона здесь стоит резиновый уплотнитель который совершенно спокойно извлекается и вставляется обратно вы умудряетесь дорогие клиенты его потерять вот каким образом я не знаю ведь бачок спрятан под крыло автомобиля водозаливная горловина прикручена вот на этот кронштейн да так болтиком аккуратно вот так вот ну вот и здесь какая ситуация зачем я-то его вытащил это вы теряете а я вытащил по привычке вот как это собирается друзья примерно так да так вот что бывает ну по-хорошему тут немножечко смазочки добавить и по смазке собрать вот так это добро и располагается под вашим локером да вот здесь вот край моторного отсека а сама горловина через проушину крепится внутри под капотом кузову так вот какие косяки и проблемы бывают с вот этой хитрой конструкции которую я назвал нередко бывает так что одно ухо у бачка отламывается либо раскручивается допустим ну выпадает крепеж одним словом бачок перестает плотно фиксироваться и начинает а он достаточно массивный в нем насколько помню около 3 3 литров да по моему здесь омывайки вот вся эта конструкция на дороге раскачивается и происходит вот такой вот момент у нас пусть и с трудом но водозаливная трубка не с трудом они сразу блин да ее реально ее реально нельзя руками достать как они умудряются ее терять вот смотрите вот что происходит она вот в этом месте получает вот такой зазорчик и просто здесь болтается а дальше ну на самом деле смех и грех нам люди звонят нередко бывают случаи что караул караул у меня лопнул бачок а как вы определили а я заливаю омывайку она мне льется под капот на землю в данном случае ремонт сводится собственно за сколько мы делаем по моему рекорд станции 45 секунд да как бы починка то есть мы делаем мы просто одеваем обратно водозаливную горловину собираем эту конструкцию как оно положено и человека отпускаем ни о какой замене бачка здесь речи идти не может поэтому если у вас проливается омывающая жидкость а сейчас сезон такой что как раз может эта проблема быть актуальной просто необходимо вставить ну есть определенные сложности там добраться надо но достаточно просто вставить трубку сам бачок лопается только если бывают механические повреждения ну поймите сам бачок может лопнуть если отломали уши при транспортировке по отбивали например да бывали такие случаи когда бочки вот эти ушки ломаются они достаточно хрупкие видите ну далеко отходят от корпуса следующий момент бывали случаи когда люди заливали воду причем ну как бы с вас водой оставляли его там и он замерзал благополучно лопался но это очевидная вещь да вот в общем то и все и то это случай крайне редкие но поймите он не испытывает перепады температуры как бачок расширительной системы охлаждения вот он не испытывает воздействие агрессивных жидкостей как бачок гур допустим да который тоже находится ближе все-таки горячим элементом двигателя поэтому здесь ломаться нечему 90 процентов проблем когда идет утечка жидкости это конечно же стык вот этой вот трубы как то так что еще проблемы могут быть выходом из строя моторчиков но в данном случае моторчики крепятся прямо на уплотнение вот в это отверстие и достать моторчик поставить новый моторчик здесь сложности особо никаких нет мы держим всегда и моторчики и бачки и горловины вот иногда горловину ломают бывает такое отламывают ухо вот она сама трескается ну и конечно страдают при дтп а так больше никаких проблем мне по крайней мере вот так на память не приходит можете запамятовал константин вроде бы нет вот такой вот по нашему с константином совместному съемочному плану сегодня получилось видео рассказал о наиболее важных вопросах которые мне задают по моторчику стеклоомывателя осталось разобраться зачем Труфанова борода и что в голове у женщины но это совсем другая история до новых встреч вот так наиболее вот так вот так вот и все вот так вот и все Субтитры подогнал «Симон»